Здравствуйте! Вы смотрите программу «Территория права». В повседневной жизни мы все чаще и чаще сталкиваемся с новыми технологиями. Буквально недавно появилось такое понятие, как электронный нотариат. И следом еще одно новшество. С октября этого года нотариусы уже запрашивают в Росреестре необходимые данные для регистрации сделок с недвижимостью. Речь идет о получении справок из Единого государственного реестра прав на недвижимость и Государственного кадастра недвижимости. Об этих нововведениях сегодня нам расскажет президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Юрьевна Николаева. Здравствуйте, Галина Юрьевна. Здравствуйте! Ну что же, а мы работаем в прямом эфире, традиционно, уважаемые телезрители, поэтому я прошу звонить к нам в студию, задавать свои вопросы, телефоны вы видите на экранах. Ну и, конечно, возьмите себе на заметку телефон Нотариальной палаты Самарской области, уверена, он вам пригодится. Галина Юрьевна, известно, что нотариусы при совершении нотариальных действий взаимодействуют со многими электронными сервисами, обеспечивающими доступ к информационным ресурсам. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. Ну, мы не раз затрагивали в наших передачах, что нотариусы всей России, в том числе, естественно, и нотариусы Самарской области, это взаимодействует в рамках электронного документа оборота со многими информационными ресурсами уже начиная с 2009 года. С 2009 года действует в России единая информационная система нотариата, так называемая, ЕИС или ЕНОТ, как мы ее называем, посредством которой мы общаемся как раз с этими информационными ресурсами. Это и ресурсы налоговой службы России, это ресурсы Росреестра России, это, естественно, кадастровая палата, Росреестр, это ресурсы миграционной службы, каталог кредитных историй и, естественно, информационные ресурсы Сбербанка России. Хорошо. Ну, а вот я слышала, что теперь по обращению к нотариусу не следует предоставлять справки, выписки, нотариус все получает сам. Вот достоверна ли эта информация и сколько стоят эти услуги? Ну, для гражданина, если нотариус запрашивает посредством информационных ресурсов, это бесплатно. Так. Поэтому для гражданина это не только минимизация его финансовых затрат, это еще минимизация времени. Ему не нужно отрываться от своего рабочего процесса, не нужно отрываться от своих личных каких-то дел, и достаточно прийти к нотариусу и написать соответствующее заявление, которое, естественно, поможет составить нотариус. И нотариус запросит все необходимые либо для сделки документы, либо для получения свидетельства о праве наследства. Галина Юрьевна, вот интересно, жители Самарской области шагают в ногу с новыми технологиями, то есть пользуются они этими услугами? Как вы доводите эту информацию до населения? Мы ее доводим регулярно посредством наших прямых эфиров, посредством разъяснений на страницах журналов наших областных изданий. Но, к сожалению, граждане привыкли как бы пользоваться сторонними услугами, помощью третьих лиц, которых они совершенно не знают, которые под красивую вывеску, как бы, как некоторым гражданам кажется, ну, 15 тысяч рублей заплатить третьему лицу для того, чтобы он оформил мои наследственные права, это совсем немного. Я могу сказать, что совершенно не следует обращаться к третьим лицам, доверять все свои вот эти вот имущественные права практически, выдавая доверенность и платя при этом 15 тысяч рублей, когда можно один раз прийти к нотариусу, выдача свидетельства о праве наследства, и второй раз прийти и получить свидетельство из зарегистрированной права. Совершенно бесплатно. Нет, тариф предусмотрен только тот, который необходимо воплотить по закону. Вот за все остальные услуги никаких 15 тысяч, 10 и 5 нотариус не взыскивает, поскольку это его обязанность в рамках требований норм действующего законодательства. Получить все необходимые документы в электронном виде посредством тех сервисов, которые я перечислила для получения либо свидетельства о праве наследства, и в том числе нотариус сегодня подает в электронном виде на регистрацию, регистрацию права, перехода права, регистрацию права собственности. Поэтому гражданину сегодня достаточно обратиться только к нотариусу. Спасибо, Галина Юрьевна. У нас есть звонок. Мы слушаем вас. Вечер добрый. Говорите. Алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Меня зовут Елена. Мне нужна консультация такого характера. Скажите, пожалуйста, в какое время нужно получить свидетельство о праве собственности на квартиру по завещанию? Потому что я была на консультации у юриста, и говорят, что если не оформить в течение двух или трех лет, квартиру может забрать государство. И с соседями мы тоже читали такую заметку. Правда ли это? К счастью, у нас государство ничего просто так забрать не сможет. Даже если ему потребуется, это крайне необходимо, поскольку право на наследство государства возникает только тогда, когда наследство является выморочным. Наследственное имущество является выморочным. То есть нет наследников до седьмого колена. Поэтому если есть наследник, который обратился своевременно к нотариусу, то есть в течение шести месяцев, дня открытия наследства, день открытия наследства, день смерти наследодателя, если наследник обращается в эти шесть месяцев, то он считается уже собственником этого имущества. И никто не вправе на него посягнуть. Поэтому просто так государство никогда не оформит на себя и ничего не заберет тем более. Права государства оформляются, для него не существует шестимесячного срока, естественно. Необходимо лишь нотариусу убедиться в том, что отсутствуют наследники в какой-либо очереди. Поэтому, подав заявление, в любое время можно получать свидетельство о праве наследства, можно у него получать вообще всю жизнь. Потому что наследник становится собственником этого имущества, независимо от получения свидетельства о праве наследства и регистрации своего права в Росреестре. Галина Юрьевна, вот вы сказали, что можно не приходить за свидетельством. И если, допустим, наследник знает о том, что он уже получил наследство, скажите, а вот этот документ, он хранится у вас или его в принципе не существует? Нет, наследник должен его принять в наследство. Вот с момента принятия наследства он является уже собственником этого имущества. Нотариус, выдавая свидетельство о праве наследства, лишь подтверждает, что именно этот гражданин является наследником, наследодателем такого-то. А документ, подтверждающий право собственности? Это и есть. Право собственности в данном случае не зависит от регистрации права собственности, право наследника на это имущество не зависит. А нотариус оформляет вот эти документы? Гражданину нужно свидетельство о праве наследства, но некоторые любят доставать периодически и убеждаться, что это вот я собственник этого имущества. И в другом случае, в обязательном порядке этот документ необходим, если такой наследник, уже ставший собственником, пожелает распоряжаться этим имуществом, продать, подарить, обменять, передать в залог и так далее. Вот тогда ему необходимо будет получить свидетельство о праве наследства и зарегистрировать свое право на это имущество. Понятно. Спасибо. Продолжаем наш разговор. Дозванивайтесь к нам в студию. Если вдруг по каким-то причинам линия занята, пожалуйста, звоните. Нотариальная палата телефона вы видите на экранах. Ну и мы ждем ваших звонков, уважаемый телезритель. У нас есть звонок в студии. Алло, добрый вечер. Мы слушаем вас. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Правильно ли я понял, что оформляя сейчас наследство, мне ни выписки, ни казацева, поспорта и справки получать не надо? Да, совершенно верно. Абсолютно. Гражданин должен обратиться. Я могу у него денежки обратно забрать. Вот это вот твердая ставочка такая у сторонних помощников. Вот это вот 15 тысяч за то, что гражданин может сделать совершенно бесплатно. При этом ему не нужно самому никуда обращаться. Совершенно бесплатно нужно обратиться к нотариусу, заплатив нотариусу за заявление о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве наследства. И нотариус запрашивает все необходимые документы, подтверждающие право наследодателя на наследуемое имущество. Выписку из кадастр нотариус запросит. Выписку из Росреестра нотариус запросит. Выписку, если речь идет о долях в каких-то обществах, в складочных капиталах, нотариус запросит выписку из налоговой службы, которая выдаст сведения по наличию права собственности на какие-то доли в юридических лицах. Также запросит выписку из Сбербанка о наличии вклада в Сбербанке. Это все в электронном виде делается. Поэтому нет необходимости просто доверять очень серьезные свои права лицам, которые не несут никакой ответственности перед этим гражданином. Спасибо. Продолжаем тему нашего разговора. Галина Юрьевна, скажите, а кто кроме нотариусов вправе получать сведения из единой информационной системы нотариата? Федеральная нотариальная палата и в рамках развития реализации положений основ законодательства нотариата, которые в последнее время претерпевают регулярные изменения, предоставляет доступ неограничному кругу лиц посредством сервиса реестр доверенности.ру. Реестр-довер.ру. Представляет сведения о доверенностях, то есть занося туда реквизиты доверенности. Если лицо, которое получило доверенность, должно очень много поддельных документов входит. Подделывает подпись нотариуса, подделывает печать. Нотариус, конечно, ее определяет сразу. Но иные службы, куда предъявляется эта доверенность, практически никогда не определяют, если не сделают запрос в нотариальную палату, которая может провериться. Хотя и эти органы должны пользоваться этим ресурсом и проверять действительность нотариального документа. Вот проверить доверенность можно, занести туда реквизиты доверенности, то есть номер бланка, на котором выполнена доверенность, фамилию нотариуса и реестровый номер. И система выдаст, что эта доверенность является действительной. Но Юрьевна, а какие последствия серьезные могут? Поскольку нотариусы ежедневно пополняют банк этих данных доверенности, есть доверенности и завещания. Это строго обязательно. При удостоверении нотариус в этот же день вносит в реестр эти сведения. То есть это может повлечь с собой серьезные изменения, правильно я понимаю? Конечно. Нерезкий случай, когда подделывают доверенности. Если речь идет о транспортных средствах, тогда необходимо запросить посредством реестра залогов.ру. Либо обратиться к нотариусу и получить выписку, если нам нужна выписка. Потому что посредством этого залога вы не получите полную выписку, у кого в залоге находится транспортное средство, до какого числа, на каких основаниях и так далее. Но посредством этого ресурса также можно получить сведения в залоге, транспортное средство или не в залоге. То есть нужно обратиться к нотариусу? Да, также можно обратиться в каталог кредитных историй и получить сведения. И через нотариуса получить эти сведения. Спасибо. Спасибо. Звоночек есть, мы его принимаем. Добрый вечер. Говорите, вы в студии. Добрый вечер. Здравствуйте. Вот такая ситуация. В квартире поделена на 4 доли. Мама, папа, брат и я. Я хочу свою долю по отговорению переписать на маму. Нужны ли согласия всех членов семьи? Ну, в данном случае при дарении никаких согласий, никаких членов семьи, ни супруга, если это, ну, естественно, это не совместная собственность, это порядок, как следует из вопроса, это собственность в порядке приватизации была получена на квартиру. Поэтому, оформляя свое право собственности в порядке дарения на любое лицо, даже не на члены семьи, в данном случае не требуется ничьих согласий. Что касается, если это мнимая сделка, то есть мнимая, которая прикрывает собой другую сделку. А такие случаи тоже бывают? Конечно. Ну, в данном случае это вопрос задан, что хочу своему брату или маме и так далее. Здесь, ну, понятно, что никакая не мнимая сделка. Совершенно очевидно. Но, когда соседи в коммунальной квартире вот таким образом путем дарения своей доли уходят от соблюдения преимущественного права покупки у своего сособственника, вот это очень чревато последствиями, поскольку суд может обратить по требованию такого обманутого сособственника, обратить права и обязанности покупателя на того, кого обманули. Спасибо. 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 Принимаем звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. А вот мы с моим молодым человеком решили пожениться, но он сейчас находится по работе в другом городе. Так. Спасибо. Он мне может доверенность дать, чтобы я все сама сделала, а он уже к свадьбе сюда приехал, а то отпуск маленький. Можно так? Спасибо. Нужно только непосредством доверенности, потому что доверенность уполномачивать на совершение определенных действий в отношении имущественных и неимущественных прав. В данном случае речь идет о заявлении на государственную регистрацию брака, подлинность подписи на которую жениха телезрительницы будет засвидетельствовать на нотариальной форме. И вот это заявление будет представлено в органы ЗАГСа для того, чтобы был назначен день регистрации и подготовлены все необходимые документы к моменту бракосочетания. Спасибо. Продолжаем разговор. Я беседую сегодня с президентом Натериальной палаты Самарской области Николаевой Галиной Юрьевной. Галина Юрьевна, какие требования предъявляются к электронным документам, поступающим к нотариусу? И как нотариус осуществляет проверку подлинности электронной подписи? Поступивший к нотариусу электронный документ должен быть подписан квалифицированной электронной подписью. И также нотариус, когда передает документ в электронном виде, он также подписывает свои электронные подписи. И вот как раз проверка подлинности электронной подписи, она проверяется посредством автоматизированной программы, которой пользуются все нотариусы Самарской области, в частности, это однозначно. Это программа «Экспресс». В рамках этой программы нотариус проверяет по банку, собранному этой программой, электронную подпись в электронном виде, направленную третьими лицами. Также можно проверить посредством сервиса «Криптопро» любую электронную подпись. Поэтому и граждане, и нотариусы в данном случае очень хорошо защищены. Галина Юрьевна, а вот вам как нотариусу как проще, интереснее работать по старой системе в связи с этими новшествами? Вот чисто личный вопрос. Нет, работать в электронной системе, конечно, сложнее для тех, кто только начинает. Для тех, кто уже, естественно, втянулся, это минимизирует временные затраты, минимизирует материальные затраты. Другой вопрос, что нотариус должен обладать всеми познаниями для работы в информационных ресурсах. Спасибо. А сохраняется конфиденциальность документа, который удостоверяется электронной подписью? Конечно. Каким образом? Ну, также предусмотрено в рамках закона о персональных данных сохранять необходимые все... То есть нотариусы обеспечены всеми средствами защиты для сохранения вот электронных баз данных. И сама система ЕИС, она обеспечивает сохранность этого документа. То есть... Допуск сторонних лиц к этим информационным ресурсам не допускается в рамках требований положения о работе с ЕИС ЕИС и в рамках инструкции, в рамках закона о персональных данных все эти требования нотариус обязан соблюдать. То есть гражданин, обратившись к нотариусу, он мало того, что экономит свое время, экономит значительные колоссальные средства, так он еще и защищен? Ну, обратившись к нотариусу, гражданин всегда защищен. Потому что нотариус несет личную имущественную ответственность за разглашение сведений, которые ему стали известны при совершении террельного действия. Спасибо. Продолжаем разговор в прямом эфире. Звоните к нам в студию, задавайте свои вопросы. Если вдруг по каким-то причинам линия занята, телефон нотариальной палаты вы видите на экране, сайт, телефон, а специалисты всегда ответят на ваши вопросы, поэтому звоните, звоните. Уместен ли здесь вопрос о безопасности хранения электронных документов? Ну, если все-таки на бумажных носителях вредители известны, то здесь, на мой взгляд, рисков предполагается больше, Галина Юрьевна. Или я не права? При передаче данных в электронном виде каждый лицо, передающий документ, подписывает квалифицированную своей подписью электронной. И нотариус, передающий документ в электронном виде, также подписывает квалифицированную электронную подписью. И в данном случае все средства защиты в рамках требований закона и порядки использования электронной подписи квалифицированной и порядки закона о персональных данных, они соблюдаются. Галина Юрьевна, вот о нововведении, сейчас вы сегодня об этом в передаче рассказываете. Скажите, а когда жители к вам приходят, вы в полной мере их используете? Или все-таки, может быть, с пожилыми людьми им понятнее объяснить, вот как работать по старинке? Ну, естественно, люди, которые приходят оформить завещание или доверенность именно для себя лично, им, конечно, не требуется никуда в электронном виде. Вот именно электронный, то есть передать документ в электронном виде. А вот люди, которые занимаются, имеют свой бизнес, которые имеют свои доли в каких-то совместных предприятиях с иностранными инвестициями, им, конечно, очень удобно обращаться в электронном виде, передавать в электронном виде на территорию, в том числе и других государств, электронные документы. То есть давайте еще раз повторим и сделаем акцент. Для кого удобно общаться с нотариусом в электронном виде? Я так поняла, что это собственники? Удобно, у нас есть и физические лица, молодые граждане, очень продвинутые. Конечно, им удобно, и, может быть, им это даже и интересно. И не направлять по почте документ, а передать его в электронном виде в ту или иную структуру, где необходим, где ожидают этот документ, подписанный квалифицированной электронной подписью нотариусом. И для этого нет необходимости посылать по почте. Не секрет, что и почта теряет документы, и задержка происходит очень колоссальная, очень часто по доставке корреспонденции. Поэтому вот это вот сервисы электронного документа оборота очень удобен. Галина Юрьевна, сейчас телезрители, слушая вас очень внимательно, захотят воспользоваться этой услугой. Что нужно делать? Зайти ли к вам на сайт или прийти на консультацию к нотариусу? Вот технологию общения посредством электронных документов объясните, пожалуйста. Любой нотариус, я как уже сказала, имеет свой электронный именной ключ, квалифицированные электронные подписи. Поэтому у него нет права отказать в передаче в электронном виде документа, который ему принесут на бумажном носителе. Он передает этот документ. При этом свидетельствует равнозначность этого документа и передает его в электронном виде. То есть все-таки и тик нотариус? Конечно. Спасибо. Принимаем звонок. Алло, добрый вечер. Вы в эфире. Территория права. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне подскажите, пожалуйста, я хочу уточнить, как правильно оформить куплю-продажу кирпичного гаража? Если вдова владельца, которым не продает, не вступила в право наследства, и сможет ли такой документ подтвердить нотариус? Но документ у нее есть. То есть документ на кирпичный гараж есть. Если документ есть, но он принадлежит еще наследодателю, в смысле принадлежность подтверждается наследодателю именно этим документом. И если она единственная наследница, можно теоретически оформить предварительный договор, которому будет предусмотрена обязанность впоследствии продать после уже получения свидетельства о праве наследства и зарегистрированного права на это имущество. То есть переход права будет зарегистрирован. Но есть опасность, что появятся ко дню выдачи свидетельства о праве наследства другие наследники. И вот их право на наследство как раз будет препятствием для исполнения этого договора предварительного. Тем не менее, в предварительном договоре можно предусмотреть такое условие, что при наличии других наследников, это гражданка, которая является по предварительному договору продавцом, будет обязана выплатить неустойку некую. Но я думаю, что в таком случае, я, например, никогда не советую оформлять предварительный договор, когда еще право не зарегистрировано. Галина Юрьевна, я поняла, что при обращении, возвращаясь к нашей теме передачи, жителям, обратившись к нотариусу, быстрее, удобнее, выгоднее, менее затратнее, то, что говорить, менее не затратнее. Но скажите, пожалуйста, а вот насколько затратны услуги нотариусу по предоставлению заявлений в Росреестр, передачи заявлений также в налоговые органы? Вы все это время на себя принимаете? Нет, для нотариуса, если нотариус получает из ресурсов необходимую информацию, для нотариуса это услуга бесплатная. Для гражданина это платная услуга, за исключением, если гражданин идет и получает из кадастры выписку о стоимости, кадастровую стоимость, то она бесплатная эта информация. Если речь идет о выписке из реестр, то это и услуга платная, по-моему, порядка 400 рублей. Но там кадастровый паспорт порядка, по-моему, 150 рублей, а нотариус запрашивает эти сведения бесплатно. При передаче на регистрацию, как я уже сказала, для гражданина, если он лично относит заявление, на государственную регистрацию права, для него это стоит 2000 рублей, через нотариуса это стоит 1400 рублей. Поэтому, но главное здесь, наверное, конечно, не разница в этих вот 450-500 рублей и так далее, а главное, что гражданину не нужно. Для меня вот время дороже денег. И поэтому провести полдня для получения некой справки или для подачи заявления, для меня это стоило бы очень дорого. Потому что, ну, тратить так вот время в нашей жизни очень необоснованно. Вот для этого как раз правительством и придумана эта программа электронного взаимодействия. Галина Юрьевна, вот сколько мы с вами передач проводили, вы все время называете одинаковые цифры. Я имею в виду по тарифам. Скажите, пожалуйста, вот как законодатель предусмотрел внесение изменений в тарификацию для нотариусов раз в год, раз в пять лет, потому что цены-то вот на сколько у меня слуху не меняются. Ну, к сожалению, у нас порядок уже. Нет, у нас, к сожалению, для нотариусов цены растут, мне больше всего нравится. Цены на нефть раньше росли, с этим и рост и доллар. От доллара росли цены у нас. Сегодня цены на нефть падают, а доллар все равно растет. И так далее там. И цены, вернее, у нас растут. Доллар падает, нефть падает. Но у нотариуса цены остаются, то есть тарифы за совершение тренинговых действий остаются прежними. Вместе с тем, законодатель предусмотрел право нотариуса взимать плату за проект, за составление проектов и техническое исполнение документов. И вот эти цены на уровень инфляции мы повышаем. Только на уровне инфляции. Ну а для граждан цены? Для граждан мы повышаем цены за составление проекта и выполнение технической работы. Что касается тарифов за совершение тренинговых действий, они остаются неизменными уже много лет подряд. Вот так. Более того, они снижены. Для совершения сделок в нотариальной форме, сделок с недвижимым обществом, гораздо снижен тариф по сравнению с предыдущим. Если раньше он был от 1% и выше, то сегодня он гораздо ниже. Это очень удобно. Снижен тариф за выдачу свидетельства о праве наследства. Раньше было 1,2%, сегодня 0,3-0,6%. Ну в цифрах это значительно. Конечно. Ну вот, кстати, попадают ли какие-то, ну социальные есть у вас льготы, потому что, да, везде, как правило, скидки там пенсионерам, студентам, участникам. Здесь это не распространяется. Налоговый кодекс предусматривает огромное количество, огромное просто количество, я их даже не перечислю сейчас, тех льгот, которые предусмотрены для социально неизащищенных слоев населения. Ну, начнем с того, такие, которые наиболее часто используются. Во-первых, инвалиды 1-2 группа освобождены на 50% по всем видам совершенных нотариальных действий, 50% всего они уплачивают. Вот, лица, проживающие совместно с наследодателем в жилом помещении, которые ими наследуются, освобождаются вообще от уплаты тарифа за выдачу свидетельства о праве наследства. Юридические лица, многие освобождаются, ну для государственных нужд совершения нотариальных действий, именно государственными бюджетными учреждениями они освобождаются от совершения нотариальных действий. Там очень огромный список, да, очень, поэтому нотариус обязан соблюдать эти требования, требования налогового законодательства. Более того, у нас уже на протяжении, больше, наверное, уже, да, 5 лет уже, 65-летие отмечали, когда со дня победы в Великой Отечественной войне нотариальная палата принялась обязательство освобождать от уплаты тарифа участников и инвалидов Великой Отечественной войны. К 70-летию побед мы пошли еще дальше. Мы освобождаем сегодня ветеранов, освобождаем полностью от тарифа за составление проекта и технической работы. Поэтому для этой категории граждан нотариальные действия являются бесплатными. Очень интересная тема, и, кстати, очень много звонков от телезрителей, именно поэтому, Галина Юрьевна, предлагаю как-нибудь поговорить, посвятить этой теме отдельную передачу. Я вам задаю вопрос от телезрителей последний, у нас 2 минуты до конца эфира. Брат оставил завещание на мое имя, но я знаю, что перед смертью брал кредиты. Как сейчас узнать, не обременено ли наследство кредитами? Может ли мне и принимать-то нечего? Да, наследник отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости наследственного имущества. Поэтому действительно, очень часто, подавая заявление, наследник еще не знает, будет ли он владеть этим имуществом на праве собственности, или он только на него посмотрит со стороны. Поэтому в таких случаях, когда наследнику известно, необходимо попросить нотариуса, чтобы нотариус сделал запрос в каталог кредитных историй, где он поднимет всю кредитную историю на наследодателя и сопоставит стоимость наследственного имущества с теми долгами, которые числятся за наследодателем. И наследник уже примет самостоятельное решение, естественно, отказываться ему от наследства, либо его принимать. Нужно четко себе представлять. Подав заявление о принятии наследства, вы считаетесь уже его собственником. Но в течение 6 месяцев у наследника, подавшего заявление, есть право отказаться от этого наследства. Если же он не откажется, то он просто навсего будет вынужден оформить свидетельство о праве наследства и передать все за долги наследателям. Галина Юрьевна, а кроме наследников, другие граждане могут получить данную информацию? Из каталог кредитных историй, да. Но для наследника, если нотарию запрашивать, то это бесплатно, а для других граждан эта услуга является платной. Эта услуга является платной. Ну что же, спасибо вам большое, что пришли к нам в передачу. Спасибо большое всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Территория права». Галина Юрьевна Николаева, президент Нотариальной палаты Самарской области, гости в студии. Галина Юрьевна, спасибо. До новых встреч. До новых встреч. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова